Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, я боюсь потерять близких с ней людей, точнее друзей. Моя бывшая лучшая подруга была со мной очень близка, мы трудили почти 3 года, всегда изливали друг другу душа. Всегда своими эмоциями делилась только с ней, но в конце концов она перестала писать и интересоваться, я не знаю почему, но в конце концов стало для неё пустым местом. То ли потому, что она нашла себе новых друзей, но она говорила, что я слишком много жалуюсь. Я всеми силами старалась сохранить наши отношения, в конце концов от наших общений мне было только плохо. Она проявляла равнодушие, мне кажется, я ей надоелась своим нытьём. И сейчас я боюсь, что и другие подруги перестанут со мной дружить, потому что я надоел им нытьём. Мне всегда сложно отпускать людей, как меня научиться отпускать людей. Как избавиться от такой зависимости от людей, просто от того, что я надоел людям, стало уже каким-то страхом. С чем мы здесь имеем дело? Мы имеем дело с одной стороны, с тем, что вы боитесь, получается, остаться одна. Ага. С другой стороны, мы имеем дело с тем, что вы склонны к тому, чтобы жаловаться. Ну, так получается. Соответственно, и то, и другое является, пожалуй, чем-то взаимосвязанным. То есть и те, и те, и то, и другое, и та, и другая сторона являются взаимосвязанными вещами, на мой взгляд. И требуют своего рассмотрения. Вы жалуетесь, потому что чем-то недовольны. Ну, ну, вы недовольны тем, например, что происходит, или тем, что может происходить, так или иначе, в вашей жизни. Вы недовольны, вам не нравится то, что в вашей жизни происходит. Вас это не устраивает. Но вы, судя по тому, что описываете, по-видимому, ничего не делаете для того, чтобы изменить это. То есть, понимаете, в чем штука? То, что вы жалуетесь, само по себе нормально. То есть, людям бывает плохо. Людям бывает тяжело. Но в этом нет ничего необычного. Нет ничего необычного в том, что... Вам бывает плохо, и вы испытываете какие-то чувства. Неприятные чувства. Деструктивные чувства. Мне кажется, что само по себе подобный опыт норм... Но вот что, пожалуй, не нормально, так это то, как вы обращаетесь... С своим опытом. Судя по тому, что вы описываете... Я бы сказал, что вы не берете ответственность за свою жизнь, за свои реакции, за то, что вам, ну, может, вот что-то не нравится. То есть, создается такое ощущение, что вы достаточно беспомощный человек, который в своей жизни ничего не делает, а только в этом смысле жалуется, да? То есть, вот, да, история про то, что мне как-то вот важнее пожаловаться, нежели чем что-то сделать, да, ну, что-то постараться, попытаться, например, исправить. Вот. И, как мне кажется, это и является тем, что, возможно, отдаляет вас от людей. Это и является тем, что, возможно, стоит на пути. И у людей появляется ощущение, что... Что вы беспомощны. Хотя... Это может быть... Совершенно не так. То есть, это может быть совершеннейшая неправда, что вы беспомощный человек. Вот. Понимаете, какая штука? Вот. Вот. Я думаю... Так. Можно... Вам... Здесь... Ответить. Вот. Значит, ну... Про... То, почему от вас уходят люди. Что касается того, что вы боитесь... Ну, боитесь того, что люди от вас уйдут. Боитесь особо. Это вот... Довольно интересный момент. Дело в том, что... Он связан с тем, о чем я только что говорил. Он... Этот момент... В смысле... В смысле... Связан с тем, что вы... Как будто бы не может... Ну, не можете... Себя принять. То есть, вам сложно это сделать. Сложно себя принять. Вы себя... Не принимаете, обесцениваете. Вот. Возможно... Считает из себя... Какой-то не такой. Опять же... Считает из себя... Может быть... Беспомощный. Может быть... Да, ни на что не способен. Это как-то вот. Есть некая агрессия, которая направлена как раз на вас. То есть, аутоагрессия. Даже вот в вашем сообщении... Ну, чувствуется вот это вот... Вот это вот наличие агрессии, направленное на... Само себя. Вот. Соответственно... Нужно постараться увидеть. А... Ну, вот. Что вы в себе... Не принимаете? Что вы в себе отвергаете? Что вы в себе обесцениваете и от чего пытаетесь? В этом смысле... Отказаться. А, я уверен, что... Что-то такое выделает. Ну, тут нужно, конечно, поисследовать, на мой взгляд, что именно, о чём, о чём именно идёт речь, да? Что именно вас беспокоит, что именно вас тревожит, с чем именно вы сталкиваетесь, ну, вот, с таким, да? От всего вам больно, и с этой болью, к примеру, вы не знаете, что делать. Вот, и вы пытаетесь от этого убежать, ну, пытаетесь спастись от этого, возможно. Только, вот, не получается, к сожалению. Ну, потому что от себя не убежишь, вот, как бы не старались вы, и как бы не пытались вы. Ну, не получается от себя убежать, к сожалению. Вот, поэтому важно, чтобы вы перестали пытаться это делать. И с помощью психолога, да, с помощью специалиста начали бы потихонечку делать себе вот, так скажем, шаги на встречу. Это было бы очень здорово. Почему я так много, достаточно много об этом говорю? Дело в том, что из вашего текста не совсем понятно, не совсем понятно, что у вас общего с этими людьми. Что у вас общего с этими людьми? Которых вы называете, ну, друзьями. То есть, что между, между вами общего? Понимаете ли, понимаете ли, да? Вот, пока, этот аспект... Эээээ, совершенно не ясно. Вот, просто не ясно. Просто не ясно, что между вами общего. И я думал, что неясно, ну вот, неясность здесь, ну как мне видится неслучайно. Мне видится так, что неясно связано с тем, что вы не реализовываете. Да? Ну то есть вот, то есть вот в прямом смысле этого слова не реализовывается. Тут у вас нет вектора. У вас нет вектора направляющего бы вас пожить куда-то. Понимаете, да. И отсюда, как мне кажется, вам очень сложно, ну, вам очень сложно. Ну, из-за этого вам очень сложно. Как я думаю. Соответственно, да, психолог может помочь вам в себе забраться. Вот. Психолог может помочь вам определиться тем, кто вы, куда идёте, к чему стремитесь. Что для вас важно, чтобы не центрировались вы так сильно на людях, как это происходит сейчас. Сейчас вы очень-очень сильно центрируетесь на людях. И как результат, конечно, вам очень-очень-очень тяжело. Вот. Вот я бы сказал, наверное, так. То есть я бы дал вам вот такой ответ с точки зрения именно вот психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Чем больше внимания вы уделяете другим людям, чем больше внимания вы перенаправляете, ну, вот, собственно говоря, другим людям. Вот. Тем больше получается так, что вы становитесь от них зависимыми. И вряд ли, вряд ли, вряд ли, пока что может быть по-другому. Вот. Ну вот, давайте ещё немножечко, давайте ещё немножечко подумаем. Если не они, да? Вот. То есть, ну, вот если не они, если не эти люди, если вы не будете интересоваться людьми, то чем вы будете интересоваться тогда? Вот. Что вам будет тогда интересно? Чем вы будете увлекаться? Понимаете? Вот. То есть, вот это вот очень, очень такой важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. То есть, вот, попробуйте увидеть для себя вот в этом смысле вторичную выгоду. От того, в какой вы находитесь, ну, в какой вы находитесь ситуацию, ну, вот, сейчас. Просто вот для себя попробуйте определить, что я из этого получал. А получили вы внимание. Вы хотите внимание. От людей вам нужно внимание. И это абсолютно нормально. То, что вы хотите, ну, внимания. Вот. Абсолютно нормально. То, что вы этого, ну, то, что вы этого хотите. Другой вопрос заключается в том, как вы к этому приходите. Вот. То есть, вопрос заключается в том, как вы реализуете эту свою потребность. Вот. Да? То есть, ну, каким образом вы это делаете? И вот это уже то, что необходимо исследовать. Понимаете, да? На этом, на этом, пожалуй, всё. Пока что. Я очень надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я очень надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью и... И... Буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Ответу это, в общем-то, позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам выявить для себя базовые постулаты для психотерапии. И сформулировать для себя то, чего же вы хотите от психолога. В этом смысле. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...